Не хочешь менять свой ответ? Нет. Знакомая что-то, но я не могу понять, правда. Ну, бывает такое. Тяжело прочитать. Ну, посмотри. Консосав? Нет, это знаток, я понимаю. А что подсматриваешь? Наоборот, как будто ложь. Ну, замануха просто была, замануха. Когда мало книжек читаешь, вообще очень сложно отвечать на вопросы. Я чуть-чуть что-то помню, но не помню. Ну, ладно. На самом деле, мы заранее договорились, кто выиграет. Всем привет, мы собрались поиграть в игру «Правда или ложь?» про Кубу. С вами Матвей и Никита. И, наверное, мы начинаем. Кто начнет, давай на ЦУФА. Раз, два, три. Ну, давай, я тебе тогда прочитаю вопросик. Является ли бейсбол спортом номер один на Кубе? Нет. Ложь. Не является. Туэрин? Да. Не хочешь менять свой ответ? Нет. Пожалуйста. Правда. Ну, ладно. Бейсбол стал популярным на Кубе в начале 1860-х годов и считается важной частью кубинской культурной идентичности. Будем узнать теперь. Теперь ты давай. Игрок сборной Кубы, Онель Арнандес, выступал в ИПЛ. Правда или ложь? Слушай, ну, наверняка кто-то из кубинцев играет в Европе. Насчет Англии. Ну, пусть будет неправда. Правда. Ничего нового. За Норвича выступал? Онель Арнандес выступает за Норвич, который сейчас играет в чемпионшипе. Но в сезоне 2019, когда Норвич был в ИПЛ, Арнандес дебютировал в матче против Ливерпуля. Мой вопрос. Танго является национальным танцем Кубы. Ну, знакомая что-то, но я не могу понять, правда. Но я думаю, что ложь. Это ложь. Сальса – это сочетание афрокубинских танцев, таких как румба и мамбу. И она стала символом кубинского народного творчества. Ну. Сборная Кубы играла в четвертьфинале чемпионата мира. Правда? Правда. Уверен? Уверен. Поменять не хочешь? Нет. Давай говори, что ты знал. Это правда. Я знал. В 1938 году сборная Кубы прошла отборный чемпионат мира благодаря тому, что в отборочном этапе отказались играть США, Колумбия, Коста-Рика, Мексика, Сальвадор и голландская Гвиана. Финальный турнир начинался с 1-8 финала, в которой Куба обыграла Румыния в серии пенальти. В четвертьфинале кубинцы уступили шведам 8-0. Ну, бывает такое. Получается? Ну, вообще по делу прошли, получается, да? Ну, да. Окей. Куба выигрывала золотой кубок... Тяжело просчитать. Ну, посмотри. Канцасав? Канкакав. Хорошо, что не мне такой. Куба выигрывала золотой кубок Канкакав. Правда? Ну, ты знаток, я понимаю. Сборная Куба добилась успеха в 2012 году, выиграв карибский кубок. Это тоже читать надо тяжело. Нет, нет, это просто легкое, я просто, ладно, сейчас поймешь. Коктейль мохито придумали на Кубе. Правда или ложь? Легкая. Ну? Нет, это знаток, я понимаю. Пусть будет нет. Ложь? Ну, да. Это правда. Мохито – это традиционный кубинский... Наверное, сурк с ромом, да? Коктейль, который состоит из пяти ингредиентов. Белого, ром, сахар, традиционного тростникового сока, лайм, содовый и мяты. Давай ответы я буду лучше читать. Я сейчас четко прочитал, не гони. Да, конечно, расскажешь. Так, а что подсматриваешь? А какая разница? Я же ответ не смотрю. А я вдруг ответ сразу посмотрю. А, ну... Ага. Михайн Лопес – кубинский борец греко-римского стиля. Единственный в истории всех стилей борьбы четырехкратный олимпийский чемпион среди мужчин. Правда или ложь? Ну, так много, как будто это правда. Наоборот, как будто ложь. Ложь. Ложь? Правда? Если большой вопрос, то правда. Ну, замануха просто была, замануха. Михаил Лопес выигрывал Олимпийские игры в 2008, 2012, 2016 и 2020 годах. Ну, в порядке. Не? Сборная СССР обыграла Кубу на Олимпийских играх в 1980 году со счетом 8-0. Правда? В этом запоминающемся матче сборная СССР одержала одну из самых крупных побед в истории Олимпийского футбола, разгромив Кубу со счетом 8-0. Пожалуйста. Это я знал. Габриэль Гарсия Маркес является автором знаменитого произведения «Старик и море», написанного на Кубе. Правда или нет? Правда. Значит, я думаю, что это может быть правда или нет? Правда. Я не знаю. Правда. Ложь, я думаю. Конечно же, Эрнест Хемингуэй написал «Старик и море» в 1951 году, находясь на Кубе, где он прожил 20 лет. Это произведение принесло ему Пулицеровскую премию. Это произведение принесло ему Пулицеровскую премию. Не, ну много согласных, я не люблю такие слова. Ну, когда мало книжек читаешь, вообще очень сложно отвечать на вопросы. И читать ответы, да? Да. Ну, да. Знаменитый кубинский государственный деятель Че Гевара... Че Гевара... Давай заново. Можно вставить? Нет, знаменитый кубинский государственный деятель Че Гевара был медиком по образованию. Правда? Я чуть-чуть что-то помню, но не помню. Ну, пусть будет, да, правда. Естественно. По профессии Че Гевара был хирургом и дерматологом, что парадоксально для человека, который боялся воды и не мылся никогда. Ну, получается так. Получается, не моемся после тренировки? Получается, 4 веду. Ну, ладно. Последний сейчас вопрос. Популярная марка кубинских сигар... Ну, он же ответит. Ну, он же ответит. Популярная марка кубинских сигар носит название Бонни и Клайд. Правда? Нет, ложь. На Кубе есть марка сигар Ромео и Джульетта, но не Бонни и Клайд. Ну, ладно. На самом деле, мы заранее договорились, кто выиграет. Ты это кому-нибудь другое расскажешь. И ошибки в Че Гевара будем делать, да? Заранее договорились. Я просто думал одним словом прочее. Ну, что, получается, я победил? Получается так. Теперь нужно выполнить мое наказание, станцевать кубинский танец. Да нет. Нет, мы на это не говорим. Окей, ладно. Давай тренажерочку чуть-то вспомним. Давай десяточку, чтоб честно было. Десять? Ну, конечно. Ну, хотя бы, 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 хотя бы три, хотя бы три, раз, два, три, четыре, пять, ой, куда шесть? Один возврат. Ладно, давай. А, нет, да больно было. Эту пятиминуточку у вас заберем. Интересного времени, надеюсь. И, в принципе, мы решили, кто лучше разбирается в кубе. Хоть я, конечно, не знал про мохито. Самое легкое не знал. Я? Да. Ну, а ты что, про сигары не ответил? Ну, сигары не моя тема. А что твоя тема? Мохито. Алкогольный, естественно. Конечно. Ну, естественно. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Все правильно, надеюсь, сказал? Приходите на стадион, болейте за нас и смотрите трансляцию матча с Кубой.